Дальше переходим в область Concurrency. В Concurrency давайте рассмотрим итератор. Старый добрый итератор. Когда мы делаем итератор, мы получаем итератор в коллекции, в любой коллекции. Мы можем его получить, который имплементит interface collection. И в этом итераторе у нас есть замечательные методы. Три метода всего лишь. HasNext, Next и Remove. Какая главная особенность этого итератора? Итератор бежит по элементам, по сути дела, каждый раз указывает на какой-то конкретный элемент. Важная особенность итераторов, что все эти итераторы реализуют так называемый fail-fast behavior. Что это значит? Это значит, что если в процессе того, как он бежит такой себе крутой, если вдруг он замечает какие-то модификации у коллекции, он сразу вам выбрасывает exception. Идет в такой вот реализации. То есть когда мы просто бежим по коллекции. Делаем CasNext, изначально изначально. Потом внутри себя делаем Admin. То есть это получается, что модификация коллекции не методом итератора. Мы получаем что? Concurrent Modification Reception. Ну, потому что это означает, что кто-то изменил коллекцию, какой-то поток, другой меняет коллекцию. Не обязательно. Другой может быть и ваш собственный, но кто-то другой меняет коллекцию не методами итератора. А итератор Padlock представляет только один метод для модификации коллекции. Собственно, только remote. Только можно удалять им элементы. Было бы, конечно, хотелось бы, может быть, иногда, чтобы был еще метод add. Ты вот на итератор. Хочу после этого ставить еще новый раз и засунул. А нифига. Такое не получится. Итератор это не позволяет. Адалять позволит. Как реализовано фейл-фаст поведение? Тут называется еще фейл-фаст. Во всех стандартных и имплементациях коллекции Java это фейл-фаст поведение. Как оно реализовано? Там есть, так называемый, modification count, то есть количество модификаций. И просто-напросто, когда итератор бежит каждый раз, когда выполняется метод add, has, has next, next и remove, он проверяет этот modification count. Если он, скажем, не совпал с тем, что он ожидает, то есть было столько-то, осталось столько-то, тогда он бросает этот exception. Но еще важен такой нюанс, что фейл-фаст поведение, оно не является предсказуемым обижением. То есть это не значит, что вот сразу после того, как... Ну, пока это однопоточное положение, да, вот когда у вас вот такой выполнен, то сразу вы выполните add, вы сразу же получите этот exception. Но может же произойти такая штука, что add выполняется вообще левым потоком. То есть вы бежите-бежите-бежите, успокоимся, и тут второй поток раз и выполняет метод add. То вам, итератор, выбросит exception. Вопрос, когда он его выбросит? Сразу после того, кто-то изменит? Или через какое-то время? И вот Java не гарантирует, что... Оно выбросит, ну, как бы, почти сразу. Оно не гарантирует, что он выбросит вот именно сразу-сразу после модификации. А оно когда-то его выбросит. Причем, кстати, еще такой нюанс, что может оно даже не выбросить. То есть если итератор дошел уже почти до конца, и тут произошла вставка, и итератор сможет прибежать до конца, успеет. Да, и все хорошо, прежде чем обновятся вот эти вот счетчики и тому подобное. Поэтому использовать вот такое fail-fast поведение для того, чтобы детектить изменение из других потоков, не рекомендуется. Потому что, как бы, да, ну, то есть, знаете, такое может быть, типа, если там, типа, произойдет exception, значит, о, значит, второй поток изменил, значит, мне там надо что-то делать. Это не очень хорошая логика. То есть нельзя на нее полагаться для детектения того, что другой поток что-то сделал с нами, там, изменил плохое. То есть это не очень хорошая штука. Но факт того, что мы это знаем, что оно происходит. Теперь давайте, соответственно, двигаться дальше. Теперь у нас, получается, есть коллекция, мы ее хотим как-то засинхронизировать, чтобы разные потоки не парились при том, что когда мы там, соответственно, производим операцию вставки, модификации, оба потока происходили между ними, и все это хорошо. Как мы засинхронизируем какие-то коллекции? Ну, стандартная есть такая имплементация, мы знаем, это Synchronize Collections. То есть в классе Collections есть красивый метод, это Synchronize Collections, list, map, set, top, set, top, set, top, set, top, set, top, set. Так называемые берут. Что они оборачивают? То есть они берут ту мапу, или лист, или коллекцию, которую вы ей на вход даете, они ее просто оборачивают, и все-все-все-все методы, которые вы бы не вызывали, они сразу становятся синхронизированы. И объектом синхронизации выступает тот тот объект, который вы передали. Весь этот собственный метод используется этот объект. Радость, получается, в том, что разные потоки пишут, но при этом, получается, как бы один, когда пишет, он засинхронизировался, то есть, получается, второй пока читает, он будет ждать, пока тот отпустит этот Synchronize Collections, соответственно, тот сможет прочитать последние изменения. То есть все хорошо. Но есть один маленький подвод декабрь, Synchronize Collections. А именно, итераторы Synchronize Collections не синхронизированы. Метод итератор, для которого он выдает итератор, метод лист итератор, это у списка, да? А эти методы не синхронизированы. И итераторы, которые вы получаете, они не синхронизированы. Соответственно, вы создали Synchronize Collections, вы по ней бежите, 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 вы делаете на итератором get, 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 потом кто-то другой делает Synchronize, там, он, да, получит лог, он нормально получил лог, он загнал туда элемент, он разлочил этот лог, после этого итератор смог продолжить движать, потому что лог освободился, но он сразу же заметит изменения, и вы снова получите Concurrent Admission Assess. Поэтому важно об этом помнить, что обычно вот это вот оборачивание коллекции Synchronize, оно как бы вам не... с итераторами у вас будет та же трабла, что и было раньше. То есть с итераторами будет те же проблемы. Да, вы получите успех за то, в том, что вы get, get и put, и у вас будет синхронизировано, да, получение и доставать. Но итератора нет. В чем еще другая, как бы, лажа использования Synchronize, да, это в том плане, что у вас, получается, когда вы синхронизируете отменки, то есть доступ получается очень медленно достаточно. То есть для каждого чиха, грубо говоря, для каждого метода get получить, положить, добавить, удалить, у вас всегда получается локается вся коллекция. Не всегда это хорошо, потому что, как бы, частенько бывает так, что хотелось бы локоть коллекции, да, тогда, когда мы их изменяли. Но оно логично. Когда мы там добавляем элементы, все, мы раз волочили, добавили элементы, да, потом разолочили. Когда мы, например, делаем remove, удаляем, тоже залочили, поудаляли, разолочили. Но когда мы делаем get, в принципе, локоть, наверное, не очень бы хотелось. Ну, а смысл, да? Пусть два-три потока читают, если вы не изменяете, читайте, пожалуйста, да? А пока, 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 кто-то там захочет что-то изменить, тогда, собственно, сделать целом. И вот эта синхронизация, обвертка, она ж так не делает, она не рода, оборачивает все. Поэтому это не всегда хорошо. Ну, и тут напомню, что приходят различные, так называемые, конкурент диплементации всех этих списков, паповых и тому подобное, которые реализуют, ну, в которых реализованы, так называемые, неблокирующие алгоритмы, где блокировок либо нет вообще, да? Либо эти блокировки есть, но очень не часто. То есть, происходят только на каких-то специфических моментах, специфических операциях. Ну, и постепенно начнем с ними знакомиться, да? То есть, потокобезопасный список. ThreatSafe список, да? То есть, все эти, как бы, моменты, которые реализуют ThreatSafe операции. Есть так называемый CopyOnWrite ArrayList. Это его, собственно, самая главная особенность. Так как это рейлист, то есть, мы понимаем, что внутри массив. Массив это сделан, он помечен вот этим словом Волота. Это что значит? Что все изменения в этом массиве, которые будут происходить, и все чтения этого массива, то есть, все потоки, будут всегда видеть последние изменения. То есть, Волота обеспечивает тот факт, что мы видим последние. Массив это, как бы, такая тоже кримитивная структура данных, и Волота этим позволяет, собственно, работать. То есть, мы можем только делать последние. При том, получается, когда мы в потоке при чтении массива, блокировок не происходит вообще никаких. То есть, никто не блокируется. Читать можно спокойно. Из-за того, что есть Волота перемена, она в чипт, она обновляется, и когда мы делаем чтение, ну, следующее наше чтение, даже в элитераторе, цикле, мы всегда будем видеть последние изменения. Когда же делается лог? Лог происходит только при операциях записи или удалении, то есть, изменении массива. То есть, когда мы хотим что-то изменить, тогда чипт массив логается при этом, когда мы залочились, происходит полная копия массива при операциях изменений. То есть, вот мы вставляем новый элемент, мы делаем лог, полностью арей копий происходит, копирование памяти, новый массив, и потом просто идет обновление Волота от элемента. Просто set. На, установи на новую ссылку, да? Соответственно, любой другой поток, который бежит-бежит, он в какой-то момент раз, просто джик-чик, на время лога он уснул, потом проснулся, раз, и он уже видит последние изменения, уже новые изменения в этом массиве. Итератор в таком случае у вас будет fail-save. Не fail-fast, а fail-save. Это что значит? Это значит, что вы в жизни никогда не получите конкретных modification exception. Он не возвращает. То есть, он никогда не будет конкретных modification exception. Потому что, какие бы модификации ни происходили, итератор всегда, как бы, будет видеть какое-то последнее состояние этого списка. Конечно, в таком случае может произойти такое, что итератор бежит-бежит-бежит-бежит-бежит, там, например, десять элементов, он сейчас находится на восьмом, вы тут двух, в начале списка вставили элемент, ну, итератор просто спокойно добежит в девятый-десятый и он вернёт. То есть, как называемые фантомные вставки могут происходить, да? То есть, происходят вставки в списке до того, как итератор это видит. Но итератор кофе как-то все равно пробежит дальше, куда ему надо. Вот. Но, правда, есть такой маленький нюанс, что вы модифицировать список не можете через итератор. То есть, метод вот этот remove, да, в итераторе, вот в этом итераторе, он возвращает там support operation exception. То есть, он не поддерживает. Почему? Потому что, когда итератор бежит по этой коллекции, он бежит, в принципе, по копии коллекции. То есть, вот создалась копия коллекции, он, в принципе, по ней бежит. Когда, как бы, новая происходит запись, что происходит? Коллекция локается, происходит копирование нового списка, итератор, в принципе, в этот момент может бежать, в принципе, по копии коллекции, по старой своей копии, да? Потом просто произойдёт volatile обновления, да? Java сама машина обеспечит volatile синхронное обновление, Итератор будет уже бежать по новой, но все еще копия красиво. Поэтому из-за того, что он бегает по копиям, методы remove на нем не работают. То есть remove-ать надо плюс вне. В чем красота, в чем скорость этого списка? Скорость в том, что если у вас в вашем приложении операции чтения встречаются намного чаще, чем операции записи и перезаписи, то эта штука просто мега быстро работает, потому что она не блокирует. То есть вы можете быстро бегать по списку, доставать где-то эти элементы, не блокируя доступ к этому элементу. Если операции вставки происходят сильно часто, вы тогда получите частое копирование содержимого. Хотя, как мы уже сказали, в Java достаточно быстрая операция копирования массива, но все равно заупотреблять надо. Если сильно-сильно часто делать, наверное, это не та структура данных, которая вам поможет. Ну и сейчас давайте, собственно, делаем сравнение, для того, чтобы увидеть, что будет работать быстрее. Concurrent, когда мы делаем Synchronize List, collection.SynchronizeList, то есть синхронизированный список, либо copy-on-write arrayList. Наша задача написать что? Сравнить скорость чтения двух списков. Я включу, чтобы у вас сделалось как? Вы создаете два списка. Оба списка размером 100 элементов. Давайте послушайте, вначале это вы свой ходе начинаете. Успеете. Да? То есть создайте два списка размером 100 элементов. Один список. Обычный arrayList, но обернете его через collection SynchronizeList. Второй список вот такой, copy-on-write arrayList. Сразу вы не шелкопасте загоняете 100 элементов. Заполняете эти оба списка от 0 до 100. Сразу в цикле форум продвижались и запомнили. Я хочу, чтобы вы создали два потока. Один поток. И на вход этим потоком передали, во-первых, список, по которому бежать. И, соответственно, передали индексы, откуда бежать, от и до. Первый поток будет бежать по элементам от 0, от 1 до 50. Второй бежит от 51, грубо говоря, до 100 элементов. То есть пробегать. Что это значит? И там у них будет обычный цикл, то есть форум просто бежит от и до. И в этом цикле мы выполняем операцию какую? Просто gap. Просто делаем список. Gap такой-то элемент по этому индексу. Да? Эти два потока. Два потока вначале запускаем на нашем SynchronizeList. Замеряем время начала, время конца. Потом запускаем на нашем copy-on-write arrayList. Я хочу, чтобы вы вывели в потоке время выполнения каждого потока. То есть каждый поток должен сам в конце вернуть, сколько времени у него заняло пробежаться. Это что значит? Что во время потока в самом начале вы делаете system getNanoTime, получаете на секунду, да? Пробежали с их реформ, сделали system getNanoTime опять, отняли, вернули. Как вернуть значение из потока? А, вы будете пользоваться? Callable. Те, кто были на конкуренции, помнят об этом. Возвращая в callable, вернули значение. И потом основной сред вам вернул, и вы как бы вылились из саутом эти значения. И очень важный нюанс, чтобы тест был как бы идеально чистым. Вы оба эти два потока должны запустить одновременно. Если вы сделаете первым newthread.start, потом сделаете actor-roman newthread.start, то вы получите такую ситуацию, можете получить, что второй сред стартанет только после того, как первый закончит свою работу. Нам это не совсем хорошо. Нам надо, чтобы реально одновременно два потока как бы работали и callbasили. Как запустить одновременно два потока? Countdown Ledge. Countdown Ledge. Все логично, правильно. То есть создаем еще Countdown Ledge, который Ledge сбрасываем в единичку, то есть оба потока его будут ждать и потом это. В конце делаем замеры и выводим. Кто понял, импримерьте это сами. Кто-то не совсем понял, что происходит, я постепенно вам слайды покажу. Это начало. Начало шпарить это тоже. Создаете один список, обворачиваете. Создаете второй список, обворачиваете. Fill List, эту функцию напишите сами. Это просто цикле продвигаете, заполняете один список, заполняете второй список. И потом вызываете функцию Checklist, которая проверку делает по синхронизисту, потом она делает проверку на CopyWriter из листу. То есть вы делаете две проверки. Соответственно обе проверки вам выдадут время точно. То есть в результате мы что получим? В результате мы должны будем узнать, сколько времени заняло чтение, пробегание по 50 элементам у первого потока и у второго потока. Если мы помним, что Synchronized Collection, да, в Synchronized Collection там методы все синхронизируют. Включая методы Get, они тоже синхронизированы. Поэтому, когда два потока будут делать Get, они будут, получается, друг друга ждать. То один Get, то второй Get, то один Get, то второй Get. То есть, мягко говоря, в принципе, будет все равно это ощущение, что один поток пробежался от нуля до 100. То есть все, они постоянно будут друг друга ждать. Во втором списке, да, который CopyWriter, Get будет делаться... Get блокироваться не будет. В принципе, два потока будет работать практически одновременно. Ну и скорость, получается, работы двух потоков во втором случае должна быть явно больше, чем в первом случае. Конечно, это же потоки, это Java, то есть однозначно предугадать скорость работы не будет, но опыты обычно мои показывали из прошлой группы, что ну раз в два, в три, а иногда в десять раз скорость увеличилась. То есть функция чек-лист, да, то есть я, ну, если их хотели, то пишите сами, пишите сами. Вполне, то есть моя реализация была такая. Во-первых, создать Ledge обязательно, Countdown Ledge и теничку, то есть которая как бы будет блокировать эти потоки, чтобы они стартанули одновременно, да. Потом мы создаём Executor Service, то есть Fixed Thread Pool создаём размером два, то есть как только два потока будут выполняться, да. И Submit'ем две таски. То есть одна таска, New List Runner, передаём от 0 до 50, передаём список, по которому указать, и передаём Ledge, который будет ожидать. И второй List Runner от 50 до 100. Соответственно, тот же список и Ledge. Оба эти Submit'а нам вернут два фьючера, так. А потом, когда мы это, собственно, засобили эти таски, потоки сразу не стартанут, да. То есть первым делом на Ledge'ах они заснули. То есть они на Ledge'ах 2 и уснули. Вот. Потом мы делаем Ledge Countdown. Щётчик унесается. Ledge 2, стартанули. Два потока пошли, понеслись, понеслась работа. А в конце мы делаем System Outprint Alliance, Thread 1, сколько занялось, Thread 2, сколько занялось. Я так делаю Delete на 1000, потому что я беру System Nanotime. Наносекунды — это слишком большие значения, да. Делю на 1000 получаю микросекунду. То есть микросекунды — это какое-то там уже будет значение интересное. Ну, как бы, никакие большие числа, лучше видно, что происходит. Соответственно, Get у фьючера — это блокирующий метод, поэтому Get будет ждать, пока поток завершится. Пока поток не завершится, Get работать нет. Соответственно, List Runner — это обычный поток, который имплемент с Callable, то есть отдельный класс, имплемент с Callable. И в методе Callable всё очень просто. Мы LatchAway, то есть мы ждём на Latch'е в начале. То есть когда AnnoHoundDown делается, мы проснёмся, соответственно. Запомнили Nanotime от Start. Бежим от Start до n, который нам передали в конструкторе. Get делаем, get, get, get. И потом просто возвращаем Nanotime в минус StartTime. И всё, и, соответственно, мы вернули время пробега. Для тех, кто сделал, как говорится, и хочет баловаться дальше, да, то есть это, считается, такие очень неплохие, могут попробовать дописать, например, когда вы в итераторе бежите, на каждой, например, десятой итерации добавлять новый линд. Яркий пример того, что Copy and Write офигенный список, когда вы хотите читать. То есть если операции ставки и операции удаления очень мало в программе, ну как бы реально мало, а в основном это чтение, причём многопоточно такое жёсткое чтение, а если вставляет там только какой-то там один поток изредка вставляет, то Copy and Write, конечно, клёвая реализация, быстро будет работать и блокирующие получать много потоков никто друг другу мешать не будет. Но как только идут операции вставки, если достаточно часто, вот как мы сделали, да, каждой десятой итерации, мы новые и новые и новые элементы вставляем, то реально бешено-медленно получается. Потому что каждая вставка — это новое копирование и лок они приятные. То есть когда идёт вставка, он блокирует список, то другой thread не может им ничего не сделать, не получить, не вставить, ещё ничего не может делать. Он просто блокирует запокату, не скопирует все эти памятники. То есть очень сильная такая идёт штука. Вот. Ну хорошо, эти тесты, то есть научились тезить приложение, теперь Lash, эти thread — это прекрасно, это умеете, да? Давайте дальше, да, то есть немножко такой вариант. Потокобезопасный thread, то есть set, набор, да? То есть thread, save, set. То есть если нам нужен список, нам нужен set, да? В котором мы хотим, соответственно, использовать элементы сета, да? То есть обеспечить их уникальность и так далее. Соответственно, если мы делаем постоянные get и contains и императоры, то опять же есть такая реализация copy-and-write-arrays-set. Работает так же само, как и copy-and-write-arrays-set, да? То есть единственное, что только индивидуально доступно не получите, но любую другую реализацию получите. Но сеты бывают не просто сетами, бывают еще и сортированными. Да, sorted set или мы еще знаем navigable set, да? Какая тут штука работает? Есть такая реализация в Javik, называется concurrent skip list set. Concurrent skip list set — это неблокирующая реализация сета. То есть неблокирующая, concurrent при реализации сета. Вот. При этом, заметьте, он ассортированный, да? То есть он реализует предперфейс-блейд, предперфейс navigable set, то есть он тоже ассортированный. То есть если вам нужен ассортированный сет, при этом concurrent при этом неблокирующий, можете использовать вот этот. Значит, в чем его основные преимущества? Во-первых, тот же самый fail-save iterator, да? То есть вы, когда будете бежать iterator, вы никогда не получите concurrent notification exception. Он вам всегда будет возвращать все то, что надо. Вот. Вы получаете синхронизированный доступ к этому сету, причем без блокировок вообще. Блокировки не происходят никогда. Ну, я сейчас объясню, там они происходят на самом деле, но очень локально и очень быстро, и очень ненадолго. То есть в целом весь сет не блокируется как таковой, да? В этом сете запрещены null-элементы. Очень важно помнить, тут просто такой момент есть, это операция size. С сайзом немножко проблемы в обычном сете, в обычном списке, в кэш-сете, тресете, сайз операция всегда константная по времени, да? Он сразу вернет сайз. Вот, найдешь сайз. Этот пример такой-то. Почему? Потому что, в принципе, сайз, это как хранится там локальная переменная, она всегда хранится, она просто сразу вернула ее и все. То есть она же не будет бежать по всем элементам, подсчитывать сайз. Он сразу возвращает. Но так как это конкурент реализация, да? То есть много разных потоков одновременно могут добавлять и удалять элементы, то для того, чтобы ему посчитать сайз, он не может вам сразу вернуть, потому что сайз постоянно обменяется. И для того, чтобы считать сайз, ему приходится там несколько раз, несколько попыток сделать, а возможно, иногда даже заочень, для того, чтобы повернуть и высчитать вам сайз. Поэтому сайз, это не констант тайм операция, она может, наверное, затянуться во времени. То есть вот этот сайз может иметь смысл выполнять. Теперь как же он реализован? Значит, реализован на основании скип-листов. Скип-листов, так называемый. Скип-листов — это такой data structure, если вы не знаете, то почитайте на Википедии, да? Где... Это, в принципе, linked-лист. Обычно, да? То есть это вот как linked-лист, где каждый элемент имеет список, ну, указатель на следующий. Но при этом в каждом элементе, кроме указателя на следующий, в нем еще есть указатель, указатель на высшего уровня. То есть указатель на высшего уровня — это просто. Указатель на следующий элемент, да? Следующий — там есть два или три указателя высшего уровня. Указатель высшего уровня — он указывает не на следующий элемент, а на через несколько элементов. Это на через пять. То есть на каждый пятый, грубо говоря, да? То есть джук-джук-джук, перепрыгивает. А указатель еще в верхнем уровне — он указывает еще вообще на десять элементов вперед. Причём количество на сколько элементов берёт перепрыгивать, получается у нас такая татура, на сколько элементов берёт перепрыгивать, оно не легоментировано, оно немножко рандомизно сделано, то есть получается, что, грубо говоря, первый элемент может, ну понятно, каждый указывает на следующее, первый элемент, у него указатель второго уровня может быть, например, не на третий, а на пятый, а указатель следующего уровня может быть на десятый. Во втором элементе указатель второго уровня может быть, например, не на третий, не на пятый, не на шестой, а на четвёртый, и так далее. Но факт того, что просто есть несколько уровней, вверх уходят уровни и несколько таких перепрыгиваний. Дальше. Сколько конкретно иметь уровней, как часто перепрыгивать и тому подобное, это всё красивая высшая математика. Посчитали учёные, высчитали, нашли идеальное балансирование вещи, то есть там, в принципе, обычно используется от двух до четырёх уровней, и перепрыгивание идёт тоже на два-тире шесть-семь элементов. Точно не помню, в Википедии красиво об этом написано. Благодаря этому, что достигается? При этом важно, чтобы сет был сортирован. Что достигается? Мы можем очень быстро по сету перемещаться. Для того, чтобы нам найти какой-то элемент, например, мы берём этот элемент, сравним больше-меньше, мы сразу, чук, скипаемся на следующий, бум, то есть сразу перепрыгиваем вперёд, да? Перепрыгиваем все элементы. Опять сравниваем, похож-не похож, да? Непохож, мы опять скипаемся. Операции поиска, операции, как бы, вот, скажем так, да, операции поиска, они приблизительно по времени сопоставимы с операцией поиска в тресете. там, где дерево, да, в дереве у нас как бы тоже жужжет, да? Больше-меньше, пошли сюда, больше-меньше, пошли сюда, меньше-меньше сюда, нашли элемент, да, например. В скип-листе из-за того, что идёт вот это рандомное скипание, да, например, и есть несколько уровней скипания, да, то есть, есть как бы верхний уровень скипает большими шагами, нижний уровень скипает меньше шагами, то благодаря этому можно, в принципе, организовать. То есть алгоритмы позволяют достичь скорость поиска приблизительно сопоставимо. Почему говорят приблизительно сопоставимо? Потому что идёт немножко рандомный нэнчер вот этих вот скипаний. То есть ты не можешь точно понять, насколько это в каждом элемент по-разному скипается дальше. Поэтому получается приблизительно сопоставимо. Но достаточно быстро. И при этом мы получаем, так как это всё-таки связанный список, мы получаем радость вот этих вот преимуществ, что добавление и удаление происходит достаточно быстро. Потому что для того, чтобы добавить и удалить элемент, достаточно просто два указателя переназначить и всё. Нет никаких копирований памяти и тому подобных вещей. Но при этом, и заметьте, в отличие от дерева, когда мы в дерево вставляем элемент, что нам необходимо сделать? Нам надо балансировку сделать, правильно? То есть иногда может какой-то элемент так вставим, что там придётся перебалансировать тут узлы, потом перебалансировать тут. То есть можем затрагивать очень много-много подветок дерева для того, чтобы перебалансировать их. Здесь никакой балансировки нет. Здесь для того, чтобы вставить, тут просто указатели ту-ту поломали и вставили, все. А вся эта архитектура скипания, она как бы остается, как и есть, она никуда не девается. Вот. То есть получается, что операции ставки даже иногда работают быстрее, чем в деле. То есть это такая data-struction. А деле конкуренский плит, в чем его как бы суть, да? То есть почему он, получается, идеально подходит для конкуренции? Потому что, получается, опять же, getter, да, то есть бегами по листу, getter, они не блокирующие. То есть вы получаете элементы, которые вам даты. Но для того, чтобы вам вставить элемент, вам не надо блокировать весь-весь большой список. То есть не надо целый, весь список игр. Для того, чтобы вставить элемент, вам, получается, надо заблокировать только два соседних элемента. То есть так как это все-таки указатели, да, и конкретно ячейки, то есть, получается, блокировки происходят только локальные. То есть для того, чтобы вставки делать, происходит локальная блокировка двух указателей и все. А благодаря наличию скип-листов достигается, во-первых, скорость и плюс даже тот же конкуренции. Потому что итератор, который бежит, он может в принципе или методом find'а какой-то, да, или поиск, он может, или get'а какого-то по индексу, например, он может просто скипнуть определенные вещи, да, он, соответственно, указатель там тоже volatail и туда, он, соответственно, просто скипает и получает следующее, а потом мы как бы в этот момент, в другой поток подстанет нужный элемент. То есть скорость доступа, конечно, сравнивая часть никакой, по времени у нас не хватает, но, в принципе, дома, если захотите, можете сравнить, то скорость доступа, ну, просто грандиозно там получается, потому что очень быстрый получается каткарный доступ, и добавление, и удаление, это все это все намного быстрее работает, чем в синхронайзде, синхронайз-сет, да, в котором все там засинхронайзено. Там каждый get'а, там надо синхронайзить всю коллекцию. Здесь у нас все вот таким вот образом мешается. То есть очень такая хорошая реализация, ну, опять же, то есть высшую математику будем работать, мы как бы понимаем, что не влазим, но на Википедии почитайте, как оно реализовано, очень интересно там рисуночки показывают, как оно красиво, собственно, сделано. То есть не блокирующее таким образом, то есть алгоритмы как бы блокирующие, но блокировки очень локальные и очень маленькие. Так? Соответственно, раз у нас есть сеты, можно поговорить о мапах, да, соответственно, есть на Википл-мап, мы знаем интерфейс, то есть стандартная реализация — это три мап, такая же есть реализация, как current skip-list-map. То есть та же мапа реализована на этих skip-листах, то есть эти ключи, k-list-act, это, по сути, skip-list-сет, да, то есть тот же принцип. Да есть еще другая реализация concurrent-map, которая как бы уже не сортирована и называется так называемая concurrent-hash-map, да. Это еще одна реализация concurrency. Там немного по-другому реализованы блокирующие, то есть тоже не блокирующие алгоритмы сделаны чуть по-другому. Соответственно, она не сортирована, если вам не нужна сортировка, лучше тогда использовать ее. Каким образом там реализована? Ну, надо понимать, что давайте немного, да, о ее свойствах. То есть свойства, в принципе, те же самые. Fail-save итератор, реальный итератор никогда не будет. Синхронизированный доступ без блокировок, опять же, как таковых блокировок полной мапы нету, есть только локальные блокировки, и очень в ней часто они происходят. Ну, элементов так же самое нельзя. Есть еще такое очень важное свойство в нее, то есть в конструкторе concurrent-hash-map, там один из конструкторов, который там также load-factor, capacity, те же самые вещи. Есть еще такая штука, как currency level, где вы можете указать предполагаемое количество потоков. Сколько приблизительно потоков у вас будет с мапой вашей работать? Ну, если неизвестно, то можно использовать дефолтовое значение, потому что тут 5 оно стоит и все такое, но если как бы известно, то указав его, даже приблизительно будет плюс-минус 5 от реального числа, если там 100 потоков, укажите там 100, да, вы точно знаете, то все равно очень сильно повышается. Как оно реализовано? То есть немножко по-другому. У нас есть хэш-таблица, если вы помните, да, и вот как обычная хэш-мапа сделана. Есть хэш-таблица, есть бакеты, правильно, в этой хэш-таблице? И в эти бакеты, соответственно, попадают по хэш-коду наши значения, и как-то внутри этих бакетов распределяются какие-то нормальные распределения. В случае корризии, соответственно, выстраивается, да. То получается в concurrent-хэш-мапе как реализовано? То есть опыт к отдельным бакетам, в принципе, может... То есть пока мы, например, меняем какой-то один бакет, да, то есть, например, по хэш-коду у нас там попадает элемент в этот бакет. Пока мы его тут меняем, реально же другие бакеты-то свободны, и их-то блокировать нет смысла. Поэтому, в принципе, все потоки спокойно работают другими бакетами. Дальше. Локи происходят нечасто, иногда необходимо блокировать, они локают эти бакеты, соответственно, тогда локаются, и, соответственно, в рамках бакетов там что-то происходит. Вот. С этой мапой очень длительно и очень долго происходит перехеширование мапы, если у вас происходит расширение, да. То есть если у вас... Поэтому очень важно задавать локов, но заранее задавайте нишу о капастике нормально, потому что если вы задали капатике маленькой, то вот это вот перехеширование обычно требует, в принципе, полный лок на мапу. То есть чаще всего просто локается полностью мапа, Происходит расширение её, хэштаблицы, перехеширование, и вам раздаётся. То есть операция получается вот этого расширения мапы очень длительного времени. Также во времени очень длительная операция size. Потому что ты не видишь постоянные последние изменения, из этого size может работать очень... Для того, чтобы узнать тоже size, надо несколько раз, там несколько циклов будет продержаться по мапе, и по каждому конец он реально не получит последний этот элемент. Вот. Поэтому currentHashMap хорош чек. Чаще его используют, почему? Потому что его используют тогда, когда у вас есть многопоточная вставка, то есть много разных потоков вставляют элементы, и эта ставка частая, ну или удаление, да? Но при этом вы готовы жить с тем, что как-то итератором бегаете, то вы можете в принципе получить непоследний стейт мапы. То есть, например, вы получили элемент, и вот в ту же секунду он уже удалился. Ну как бы если вам это нормально, то есть что вы непоследний стейт иногда можете получать, если это хорошо, как бы с этим можно жить, код как бы допускает, то вполне окей. Но часто, ну если код этого не допускает, что вам надо всегда видеть реально последний стейт, ну там в каком-то этапе кода, да, но надо вот реально получить последний стейт. Тогда вас, ну вас спасет только блокировка. Ну полная. Ну вот такая вот штука, такая concurrentHashMap, то есть такие две реализации. С мапами тоже есть, и соответственно так вот они работают. То есть опять же, писать просто времени нету, но дома для того, чтобы я просто советую рекомендую, да, вот этот вот наш примерчик, да, протестируйте его на мапах, на листах, да, и посмотрите, что быстрее работает, и как, когда вы что получаете, какие выигрыши у вас есть, при вставках их и добавлениях. Но чаще всего в принципе люди, то есть в зависимости от того, как у вас приложение, что оно требует. Чаще всего люди, конечно, их используют, эти concurrent реализации, потому что они неблокирующие. То есть за счет того, что вы получаете неблокирующий доступ, у вас как бы приложение работает быстро и вам всем хорошо. Но в каждой из этих реализаций, видите, есть какой-то определенный трейд-оп. То есть есть какой-то все-таки минус, который немножко может предотвратить использование, да. Даже в concurrentHashMap'е какой? Операция size. Если вам надо узнать size, это будет очень долго, и не факт, что вы ее сможете полноценно точно обязательно узнать, то есть может занять в это время, она не constant type. И, соответственно, есть какой-то легкий трейд-оп, с которым приходится иногда жить. Но чаще все люди с ним живут, потому что преимущество, получаемое от неблокирующего доступа с изменениями, намного превышает вот этот вот негатив от того, что вы там непосредний стейк видите. К сожалению, с камерой случился определенный глюк, и она не смогла записать часть видео. Поэтому расскажу это словами. Особенности этих двух реализаций concurrentMap есть то, что они обе имплементируют интерфейс ConcurrentMap. В этот интерфейс добавлены несколько операций, которые являются атомарными, которые работают по аналогии с атомарными изменениями обычных переменных, и которые позволяют делать не просто изменения, а также делать какую-то определенную проверку и изменять элемент в мапе, выполнять это как атомарная операция. Такими операциями являются, например, PUTEFAPSENT, REMOVE, REPLACE или REPLAY, еще один REPLAY, да. То есть, ну, естественно, PUTEFAPSENT, все логично из названия, что выполняет, да, то есть, если элемента по такому-то ключу не существует, да, то, собственно, новое значение в этот ключ попадает. Соответственно, вам, получается, если бы это не было реализовано с помощью атомарных операций, то приходилось бы делать что? Приходилось бы вначале, наверное, синхронизировать полностью весь объект мапы, получать элемент, проверять, как бы есть там он или нет, да, и, соответственно, класть туда новый элемент. Вот. Так как это две операции, то при обычной реализации мапы приходится блокировать весь объект. В данном случае сделано с помощью неблокирующих алгоритмов, так называемой атомарной операции. Ну, соответственно, REMOVE делает то же самое. Если в объекте по данному ключу есть, находится объект с таким-то значением, значит, он удаляется, да. Вот. Replace, соответственно, так же. Вот. Заменяет, если элемент есть, например, если его там нет, то Replace не будет. И Replace, там, old value, new value заменяет в том случае, если существует объект со старым значением, таким, которым old value. Если да, тогда он заменяется на new value. Если нет, то это не происходит. То есть все вот эти проверки и изменения происходят как атомарные операции. И это один, одно из больших преимуществ этих concurrent реализаций интерфейса map, что они позволяют выполнять атомарные операции, не блокируя полностью весь объект. Соответственно, производительность и скорость чтения, и записи очень повышается. Вот такие реализации конкурент коллекции существуют. Следующее, собственно, что мы рассмотрим, это очереди, которые у нас есть. Соответственно, раз есть очереди, есть еще, так называемая, блокирующая очередь. Когда, соответственно, когда говорят об очередях, блокирующих очередях, есть такой интерфейс, вот так называется blocking queue. Почему сделали отдельный интерфейс? Потому что в нем просто добавили новые методы, которые, кроме обычных методов, put и gap, они еще могут заблокировать вас. То есть вы можете заснуть на этих методах. Не просто put, а еще и устнуть.